Соревнования по палеотлону проходят в Сарове четыре раза в год. В зависимости от сезона спортсмены соревнуются в тех или иных дисциплинах. В многоборье всегда входит стрельба, зимой включаются лыжные гонки, летом – метание гранаты, спринт, кросс, плавание. Испытать свои силы в палеотлоне могут как взрослые участники, так и дети с девяти лет. Чемпионат города по зимнему палеотлону прошел в два этапа. В первый день спортсмены состязались на базе ТИРа школы номер 14. Мы очень усердно стараемся, по четвергам уходим сюда заниматься, стреляем. У нас есть час, мы занимаемся, стреляем. Просто готовимся ко всем соревнованиям. Нам сообщают заранее, мы готовимся. Где рассчитываешь сегодня показать наивысшие результаты? Какую дисциплинику? Ну, я думаю, больше стрельба. Почему? Ну, у меня больше стрелять получается. Участникам предстояло показать свою меткость в состязании в стрельбе из пневматической винтовки. Следующий этап – силовая гимнастика. Для женщин – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Для мужчин – подтягивание из виса на высокоперекладине. По словам председателя Городской Федерации палеотлона города Ирины Лобачевой, спортивное многоборье – расширенный и более профессиональный вариант комплекса ГТО. Если вы знаете, что такое ГТО, то это более расширенный, более профессиональный уровень ГТО. Еще у нас происходят выездные соревнования, которые два или три раза в год мы, в принципе, выезжаем. Это Кстово, Нижний Ровгород мы выезжаем. Предполагается российский формат, ну, если закладывается, если есть желающие. Также в рамках состязания участники сдавали бег на лыжах. По результатам городского чемпионата по зимнему палеотлону сильнейших пригласят на выездные соревнования. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.